Дмитрий Молчанов Видно на улице Софийской в многоквартирном доме барачного типа. Жилье ветхое и уже почти непригодно для нормального существования. Если начинать с 99-го, то получается 20 лет мы никак не можем получить квартиру. Ну и там все пошли в 2004 год и до 2019-го. На самом деле проблемой этой руководством муниципалитета занимается давно. Глава района доложил депутату, что была проведена экспертиза жилья. Ее результаты будут представлены на жилищной комиссии, которая состоится в конце июня. Экспертиза показала, что дома в Алине осталось провести комиссию, на которой признается факт того, что в этом доме невозможно проживать и нужно проводить пересенье. Поэтому мы после 25-го числа, имея на руках решение комиссии, будем выходить на предложение квартир для пересенья. С приема Дмитрий выходил в приподнятом настроении. Не то от того, что его дело сдвинулось с мертвой точки, не то от эмоций, которые переполняли от общения с Вячеславом Фетисовым. Впечатление не на ура, потому что первый раз с такой звездой. Ну а результаты сказали, будет быстро. Все сделают, что я пришел со своей просьбой. В этом году уже решат, наверное. Кристина безверха лишилась дома, где она проживала с бабушкой из-за пожара. Сейчас их приютили соседи. Материальную помощь, которая положена по закону, как по горельцам, им выплатили. Но 80 тысяч рублей, конечно, не хватит на постройку дома. С точки зрения закона, помочь Кристине нечем. Но это, если подходить формально. В случае, если у вас будет намеренно связать свою итоговую жизнь, мы еще и рады нашему принципу, мы можем посмотреть вопросы, связанные со служебным жильем. В Ленинском районе работникам бюджетных учреждений нередко предоставляется жилье. Кристина – преподаватель. Валерий Венцель предложил ей трудоустройство в одной из организаций района. В этом случае она будет иметь право на получение служебного жилого помещения. Да, ожидала, что будет помощь. Очень рада, что прошла. Надеюсь, все получится. Конечно, не всегда проблемы граждан, касающихся жилищной сферы, удается решить в течение приема. Сам Вячеслав Фетисов признается, что часто сталкивается с ситуациями, когда закон не способен защитить граждан. Русский человек может терпеть все, но я думаю, что нам надо прекращать испытания терпения людей. Да, и что-то делать. Есть предложение собрать всех наших депутатов всех уровней, и, по сути дела, попробовать, что мы можем сделать в плане изменений. Совместные приемы граждан главой муниципалитета и депутатам Государственной Думы, как показывает практика, все же позволяют решать большинство вопросов максимально оперативно. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.